Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Отмотайте, пожалуйста, чат на самое начало, и вы увидите, что первая ссылка ведет на наше расписание вебинаров, на главную страницу сайта Директ-Академии. На этой странице вы можете зарегистрироваться на все вебинары нашего учебного года, вплоть до июня месяца 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором будет размещена в том числе и запись вот этого вебинара. Третья ссылка ведет на нашу страницу онлайн-курсов, и эта страница для тех, кто хочет онлайн учиться, и Директ-Академия представляет для этого некоторые достаточно неплохие возможности. У нас сейчас там 7 курсов готовых, ну и еще готовится как минимум один курс, вообще-то больше, около 10 курсов будет в ближайшее время, я думаю, к вашим услугам. Ну и последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. Каждый, кто хочет, сможет приобрести сертификаты как по этому, из участников вебинара я имею в виду, как по этому вебинару, так и по всем вебинарам, которые он посетил с начала нашего учебного года. Итак, я хотел бы также проанонсировать сегодня не три следующих вебинара, тем более, что есть некоторые нюансы у нас. Ой, прошу прощения, так, я что-то не то скопировал. Я хотел бы вам проанонсировать два следующих своих вебинара. И хочу объяснить, этот вебинар, который сейчас проходит, он как бы часть трилогии, такого коротенького трека, который так и называется «Попури бесплатных инструментов для разработки учебного контента». В прошлом году я проводил аналогичный вебинар и понял, что никак в часовой формат не укладываюсь, еле-еле уложился в полтора часа и еще понял, что рассказал совсем не о всем. Поэтому в этом году я разбил тему на три части. Первая часть будет посвящена, сегодня прочитана, она будет посвящена тексту, графике, звуку, сборке, сборке контента и еще двум-трем сопредельным темам. Вторая часть, которая пройдет 19-го числа, в пятницу на этой неделе, будет посвящена целиком видео. Видео – это такой огромный кусок инструментария. Ну и, наконец, 24-го числа, на следующей неделе, 24-го октября, будет последняя третья часть данной трилогии, которая называется «Интерактивные элементы». То есть инструменты, бесплатные инструменты для создания интерактивных элементов учебного контента. Кто пришел на сегодняшний вебинар, я вам настоятельно рекомендую записаться и зарегистрироваться и на следующие вебинары для того, чтобы было цельное впечатление. Да, ну и я здесь не объявляю, но хотел бы сказать, что вот только что, буквально за минуту до начала вебинара, я окончательно узнал, что завтрашний вебинар «Марины Орешко» не состоится. «Марина заболела», он будет перенесен на, пока непонятно на какое время, но перенесен на какой-нибудь, наверное, на какую-то среду в 15 часов он пройдет. Он обязательно пройдет, просто сейчас, пока Марина его провести не может. Перерегистрироваться ни на что не надо, просто оставайтесь на этом вебинаре, и вам придет уведомление, когда этот вебинар будет проведен. Ну что ж, давайте тогда приступим к самому вебинару. Собственно, для тех, кто меня видит первый раз, меня зовут Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании «Директ Медиа». Ну и эксперт по учебному контенту, веду несколько онлайн-курсов, связанных с этим направлением. И сегодня мы рассмотрим бесплатные инструменты, которые, собственно, и нужны, особенно на начальном этапе, преподавателю, который решил посвятить себя авторству, авторству в области онлайн-обучения. Ну и не только в онлайн-обучении. Вообще контент необходим делать всем преподавателям, которые хотят что-то как-то, свои наработки положить в какой-то вид, не держать их в голове, а сделать из этого какой-то продукт. Вот. Ну и здесь, в этой трилогии, я с вами поделюсь теми инструментами, которые сам использую с той или иной частотой, и поэтому сам могу посоветовать вам. Частично, может быть, те инструменты, о которых я буду говорить, они пересекаются с теми инструментами, о которых говорит Марина Орешко. Ну, у меня немножко другой подход. Я не столько вот так вот в энциклопедическом стиле излагаю разные инструменты, сколько говорю о том, что лично пропустил через себя, и что лично советую вам попробовать. Вот. Ну, давайте начнем. Давайте начнем. Я тут хотел бы еще привести цитату из Оскара Уальда, но вот чего-то не положил ее на отдельный слайд, просто скажу вам словами. Он говорил, что мой выбор прост, я предпочитаю довольствоваться лучшим. Вот при выборе бесплатных инструментов всегда встает такой вопрос. По каждой теме, мельчайшей теме, существует огромное количество инструментов, как платных, так и бесплатных. И когда вы впервые сталкиваетесь с этим вопросом, то самый главный вопрос, а что вам надо, нужно ли вам сразу платить деньги за какой-то инструмент, который суперхороший, или можно начать с чего-то другого. Потом вы начинаете пробовать какие-то бесплатные продукты, и вдруг выясняете, что это все настолько плохо, что, в общем, не стоит и начинать. И опять думаете, а может быть и платные продукты такие же плохие. И вот это постоянное сомнение, оно часто приводит к тому, что вы просто бросаете этот путь и говорите, нет, давайте я лучше вообще этот вид контента не буду использовать. Тут непонятно, что с инструментом происходит. Поэтому рекомендации по поводу лучших инструментов, понятно, что это все субъективно, но через чей-то опыт проведенный, на мой взгляд, это один из лучших путей начала работы над каким-то видом контента. Вот теперь после такой длинной вводной части давайте, собственно, и начнем. Сегодняшняя часть трилогии бесплатных инструментов состоит из вот этих вот семи частей. Это работа с текстом, работа с изображениями, работа со звуком. Дальше идут такие интегративные вещи. Это инструменты для сборки контента, уже различных частей контента в готовый продукт. Это платформы. Это небольшой рассказ о том контенте, который может служить для вас, собственно, инструментом, не столько контентом, сколько инструментом для создания производных произведений. Ну и, наконец, немножко расскажу о возможностях бесплатных, других бесплатных возможностях, таких как использование бесплатных студий. Ну, поедем. Текст у нас является, все еще является основным видом учебного контента. Ну, скажем так, одним из основных видов. Я бы его назвал словом первым, первой среди равных. То есть, понятно, что в наше время революции медиа текст, ну, и сам он изменился, да, мы перестали читать длинные тексты, вот, и суть его изменилась, и вроде бы как значение его подобавилось. Потому что, если раньше мы, собственно, могли доводить свою мысль только текстом, и ничего больше у нас не было, ну, может быть, мы могли там немножко иллюстраций в текст подбавить. Естественники могли бы еще формул добавить, да, в текст. Вот, то теперь у нас такие широкие возможности, видео, аудио, возможности гипертекста и так далее. Что иногда кажется, что текст, в общем, полностью обходит на второй план. Это не так. Текст остается важнейшим видом медиа, учебных медиа. Об этом, кстати, мы поговорим, наверное, где-то в декабре уже, где будут у меня соответствующие вебинары, посвященные новому пониманию текста в учебном процессе. Ну, а сейчас просто это примем как данное, что от текста мы никуда не денемся, и с ним как-то надо работать. Вот, и, ну, мы так часто с текстом сталкиваемся, что иной раз не замечаем те инструменты, которые есть, которые появились, которые уже давно существуют. И которые нам очень сильно помогают с ним работать. Ну, у нас почти у всех на компьютере установлен, конечно, богатейший набор, который называется Microsoft Office. У кого-то это легальный продукт, у кого-то нет, но почти у всех он есть. Настолько он популярный, что мы без него жить не можем. Ну, и мы, на самом деле, иной раз забываем, что это платный продукт, он не обязан быть на нашем компьютере. И у него есть легальные замены, которые в чем-то даже лучше его. В чем-то хуже, не скрою, потому что, например, Microsoft Excel трудно по удобству переплюнуть. Да и тот же Microsoft Word тоже. А вот во всем остальном есть нюансы, которые, во-первых, абсолютно бесплатные продукты, и которые обеспечивают базовый функционал. Ну, к таким вариантам относятся... Сейчас я включу свой маркер. Во-первых, OpenOffice, Apache OpenOffice отстает. Ну, ага. Ну, вот еще один вариант. Как я уже сказал, я знакомлю тут со своим собственным опытом. Вот, поэтому вот за все продукты, о которых я говорю, я могу поручиться. А вот LibreOffice я не использовал. Если у вас есть несколько тезисов по нему, ну, вот напишите в чат, это будет интересно на самом деле. OpenOffice, да, его функционал действительно отстает. Он немножко странный по сравнению с... Да, уже началось. Уже 16 минут как началось, Елизавета Дмитриевна. Вот. Немножко отстает, но на самом деле, если стоит жесткое требование, чтобы на вашем компьютере был установлен только легальный продукт, а денег на Microsoft Office нет нормальных, то это хороший вариант, во-первых, просто прочитать то, что вам присылают другие люди в форматах Microsoft Office, ну, и потом базовые вещи какие-то сделать. Ведь, на самом деле, совсем не всегда у нас возникает необходимость делать какую-то развернутую ворску в ворде. Как правило, нас устраивает для документов 3-4 стиля, и все. Ну, и таблички тоже совсем не всегда необходимо делать с изощренными формулами и так далее. Вот. Поэтому это один из вариантов. Второй вариант. Это, сразу скажу, это мой номер первый, от которого я просто без ума. Это Google Docs. В данном случае это не замена Microsoft Office, конечно, но это замечательная вещь, которая позволяет сделать многие дополнительные вещи, связанные с функционалом Google. Ну, в частности, Google таблицы часто являются входным, так как они по умолчанию находятся в облаке, то есть хранятся на удаленном сервере. Ну, сразу хочу сказать, что, во-первых, это уже одно это является преимуществом, связанным с тем, что вы можете на многих компьютерах работать и не обращать внимания, где это все хранится. Хранится это где-то в вашем аккаунте в Google. Вот. Во-вторых, Google таблицы часто являются входным материалом для каких-то более сложных вещей. Например, для тех сервисов, о которых мы будем говорить в третьей части, для интерактивных сервисов, часто входным элементом является таблица Google Docs. Это, например, такой сервис для производства таймлайнов, как Timeline.js. Это всякие возможные геосервисы и так далее. То есть это де-факто становится стандартом исходных данных. Вы формируете свои исходные данные в таблице, а далее визуализация происходит уже в каком-то другом продукте, который подхватывает эту табличку Google Docs и обрабатывает ее по своим собственным законам. Это просто круто, это здорово. Ну и у Google есть еще дополнительные вкусные вещи, связанные с тем, с поиском внутри ячейки таблицы и прочие-прочие очень интересные вещи. Поэтому я думаю, что каждый специалист по учебному контенту должен знать и Microsoft Office, конечно, и Google Docs, которые здорово помогают. Куда бы мы делись все без Adobe Reader, который простейший, по сути дела, инструмент, но с другой стороны он позволяет осуществлять интеграцию текстовых, и не только текстовых, вообще любых верстанных инструментов в наш открытый контент. Когда распространяются тексты по сети, вы это делаете не в формате текста, не в формате док, это является дурным тоном. Вы делаете это, как правило, в формате PDF. И кто так не делает, я очень советую вам это делать, потому что формат PDF может быть прочитан в любой части мира, с любого компьютера практически. Это де-факто стандарт на обмен текстовой и вообще любой верстанной информацией для документов. Поэтому такая вещь, как Adobe Reader, она должна стоять на любом компьютере, вот прямо при установке компьютера, обратите внимание, чтобы он у вас был установлен. Конечно, сейчас многие, вообще формат PDF, он настолько распространен, что многие браузеры уже по умолчанию при установке предполагают, что плагин для чтения PDF документов уже встроен в него. Но все-таки Adobe Reader это наилучшее решение, как правило, как показывает практика. И его надо иметь у себя. Так, а давайте теперь прочтем, что нам Михаил Павлович советует. После покупки Oracle разработчики OpenOffice ушли в проект LibreOffice, понятно. Поэтому сначала разработка идет Libre, а потом код портируется в OpenOffice. И тот и другой на 90% закрывает совместимость с MS Office, но при переносе исправляемого документа между Microsoft и Libre постоянно разваливается оформление. Поверстки и методики, если не нужно сдавать в Microsoft Office, все можно сделать. Отлично. Отличная реплика, которую я тоже прошу учесть. Да, ну, к сожалению, сложное оформление, оно всегда разваливается между продуктами. Это вот, это можно заметить хотя бы по презентациям, которые я закачиваю в вебинарную систему. Ну, я-то уже, так сказать, тертый калач, знаю, что верстать презентации можно только в стандартных шрифтах. Если я использую какие-то очень красивые шрифты, то, к сожалению, они преобразуются в какие-то стандартные и происходят неприятные вещи. Вот так же и между продуктами различными. Сложная верстка, конечно, может сразу поплыть. Вот то, о чем я вам в самом начале говорил. Что еще по работе с текстом? Да, в PDF. Ну, в PDF это уже в конечный вариант. Либо тогда подразумевается, что человек начнет с PDF работать как с документом редактируемым, а это уже не так все просто. Даже в разных версиях MF Office. Да, совершенно верно, да. Ну, поэтому лучше всегда использовать последние две версии офиса. Как правило, между ними все более-менее нормально. А более дальние не использовать. Дальше. Я вам рекомендую обязательно использовать один из видов типографа. Про типограф мы будем говорить на одном из наших вебинаров, посвященных типографике. Здесь же просто хочу сказать, что пишите свои тексты так, чтобы они были красивы, чтобы там стояли правильные кавычки, правильные дефисы и тире, неразрывные пробелы и много всяких других. Чтобы сделать это автоматически, ну, по крайней мере, на 95% автоматически используются какие-то типографы. Когда вы помещаете текст в окно ввода, и он вам производит все изменения. Лично я использую типограф, встроенный в сервис, который называется Tilda. Ну, вот можно использовать такой вот тоже типограф от студии Лебедева. Он свободный, и он вам поправит большинство ваших ошибочек. Наконец, еще один сервис, который я вам рекомендую использовать, это уже для самого текста по его смыслу, по его, точнее, не смыслу, а по редакторской части, по его читабельности. Это сервис-главред, несмотря на то, что его многие ругают за некую односторонность, но, по крайней мере, он может поправить большинство ошибок, свойственных людям, которые начинают писать, скажем так, или людям, для которых свойственен стиль такой, вы знаете, управленческо-бюрократический, который совершенно несовместим с обучением. Вот, часто, вы знаете, у нас в вузах же все зарегулировано, и преподаватели учатся писать этим ужасным стилем, который требует от них государства, уму там и прочие отделы в вузах, которые занимаются бюрократией. Вот, а с людьми-то надо по-другому общаться, со студентами, со школьниками, другим языком. И вот этот сервис, который позволяет загрузить кусок текста, и он указывает на типовые ошибки, стилистические ошибки, вот он очень тоже помогает, по крайней мере, на ранних этапах работы, вот поправить эти ошибки. Если у вас там в начале 4 балла, вы доведете хотя бы до 8 баллов, то оценку, общую оценку текста, то это будет совершенно замечательно, и это пойдет вам на пользу. Ну, про текст можно говорить много. А вот ссылки здесь, давайте договоримся так, ссылок сегодня будет очень много, поэтому просто скачайте в ресурсах презентацию, и все эти ссылки будут с вами. А вы просто будете не успевать следить за... если я все ссылки буду давать здесь. Вот, ну, может, какие-то наиболее важные ссылки буду давать, а так лучше следите вот здесь и скачивайте презентацию. Все умеют скачивать презентацию? Скажите, напишите честно, кто не умеет скачивать презентацию из вебинара. Есть такие люди? Тогда показываю. Прошу простить тех, кто это умеет. Вот смотрим наверх, вот сюда. У вас там ряд кнопочек расположен в правом верхнем углу. Поднятая рука, смайлик и так далее. Вот пятая в этом ряду такая серая папочка. Нажимаете на нее, открываете справа от окошка с презентацией, открывается окно ресурсы, так называемое. Вот, это окно, в нем располагается несколько строк. Одна из этих строк имеет зеленую кнопку слева от названия. Вот это и есть презентация сегодняшняя. Нажимаете на эту зеленую кнопочку, обязательно на кнопочку, а не на название. Появляется окно для скачивания, и посредством этого окна скачиваете себе презентацию. Вот так надо поступать для скачивания. Все, больше на это время тратить не буду. Так, идем дальше. Итак, изображение. С изображением, конечно, изображение это тоже одно из важнейших видов медиа. Постарайся, сегодня у нас прекрасный день, поэтому засветка с одной стороны у меня идет совершенно чумовая какая-то. Одна сторона лица у меня совершенно белая. Изображение тоже, конечно, одно из тех видов медиа, которые нам абсолютно необходимы. И, кстати, у меня через два будет вебинар, посвященный этому, который будет называться «Сам себе билд-редактор». Что нам делать для того, чтобы эффективно искать изображение для своего контента. Ну а пока давайте пойдем по различным инструментам. Вот когда говорят слово «изображение», сразу все говорят, ну, конечно, Photoshop. На самом деле, Photoshop вовсе не необходим на каждом компьютере. Я уж не говорю, что он стоит бешеные деньги, да. Вот, это, конечно, хорошая программа, но она плоха тем, что, чтобы ее нормально освоить, нужен большой импульс. Вот американцы говорят, используют такое слово «learning curve», то есть кривая вхождения. Очень много надо... Ой, прошу прощения. Очень много надо начальных усилий, чтобы сделать хотя бы простые вещи. Между тем, простые вещи иногда делаются в простых продуктах. И лично я 95 или даже больше процентов всей работы над изображениями, работаю я с изображениями очень много, делаю в совершенно простых продуктах. И, собственно, и сами эти действия достаточно простые. То, что надо делать типовому... Ну, плохое слово «типовый преподаватель», да, но вот нам, преподавателям, для работы с контентом, даже если мы активно с ним работаем, это совсем не ретуширование и не совмещение там пять-пяти изображений в пяти слоях друг на друга. Это все не то. Это дизайнерам надо. А нам надо сохранить в нормальном формате, преобразовать там сотню файлов в единственные форматы, примерно к одному размеру, повернуть, обрезать. Вот все эти типовые вещи позволяют сотни продуктов сделать. И лично я делаю, ну, по крайней мере, 50% этого всего делаю во встроенном редакторе фотоэдитор, который есть в Tildes, который я активно пользуюсь. То есть это просто даже не отдельный инструмент, а встроенный инструмент в другом большом инструменте. Вот здесь примерно понятно, что здесь можно делать. обрезать, менять цветность, поворачивать и так далее. Эффекты какие-то наводить, но это, как правило, не надо. Вот, и этого достаточно. Ну, более того, я хочу сказать, что, наверное, обрезка это, например, вот 50% того, что вам надо. Вот. Ну и другой инструмент, который я активно использую, этот инструмент называется ICDC. И, к сожалению, этот инструмент платный. Когда-то он был условно бесплатным в свое время. Вот. Потом последние версии стали платными. Ну, вот я от него никак не могу избавиться. Настолько хороший этот инструмент. И хорош он, например, тем, что позволяет делать массовые операции. Я часто работаю с большим количеством контента. Несколько десяток, как минимум, десятков страниц, как минимум. Поэтому мне очень нравится, что в этом инструменте есть такие массовые операции, как преобразовать формат файла, повернуть и отобразить, изменить размер, сделать коррекцию экспозиции. Но этим я почти не пользуюсь. Переименование файлов вот очень часто надо делать в пакетном режиме. Пакетно установить информацию какую-то дополнительную в EXIF и так далее, и так далее. В общем, это массовые операции. Это просто очень здорово. Ну, и ко всему прочему, это просто агрегатор изображений, который позволяет вам просматривать папки в идеальном режиме, смотреть, что там есть, какие изображения и так далее. То есть это одна из моих рекомендаций. Да, XNView есть, но XNView мне гораздо меньше нравится. Честно говоря, с ICDC я работаю 20 лет уже с различными версиями. Вот как-то прижился. Есть аналоги, несомненно. Я вчера вот как раз просматривал, какие есть. Был, к сожалению, закрытый ныне редактор от Google, который назывался, Пикассо. Он был тоже многим хорош. То есть там были некоторые вещи, которые нельзя было сделать нигде. Ну вот, ушел, к сожалению. Так, читаю вопрос от Валерия Ивановича. У меня при скачивании компьютер зависает. Я обращался в Мирополис, но сказали, что это только у меня. Ну, что ж, тогда напишите мне на почту, обязательно на почту. В конце будет моя почта. Я вам вышлю эту презентацию лично. Не пробовал, честно говоря. Саша, напишите тогда, пожалуйста, вот одной репликой. Какие преимущества и почему вы этим пользуетесь? Я думаю, что остальным будет интересно эту информацию каким-то образом использовать. Ну и такие инструменты для мелкой работы, скажем так, которые часто нужны для сопутствующих вещей, но которые прибавляют нам некие такие возможности, которые очень украшают наш труд. Я вот, например, очень люблю такой инструмент, который называется Juxtapose. Это инструмент от NeetLab из Северо-Западного университета США. Есть у них такая группа, которая делает абсолютно открытые сервисы. Там в них не надо даже регистрироваться. И вот Juxtapose такой вот инструмент. Служит он для следующего. Для сравнения двух картинок. Ну, как правило, это нужно когда делать? Когда есть два изображения, немного отличающиеся друг на друга, и надо обратить внимание на различия между ними. Например, снимок с одного и того же ракурса зимой и летом. Либо сегодня и там сто лет назад. Либо состояние какого-то объекта до эксперимента и после эксперимента. Ну, и много-много других вещей, которые как раз для учебного контента подходят как нельзя лучше, потому что позволяют сосредоточиться именно на существенных деталях. На тех деталях, о которых вы хотите рассказать. Да, Саша, спасибо. Посмотрим. Простота – это здорово. Что касается мультиплатформенности. Ну, тут позволю себе сказать, что в основном это, конечно, прихоть нас, технарей, мультиплатформенность. Большинство преподавателей, конечно, всегда работают на той платформе, которая является мейнстримом. И, ну, мультиплатформенность в том смысле, о котором вы пишете. Я не говорю о том, что надо использовать форматы, которые пригодны только для одной платформы. Нет, как раз форматы должны быть, конечно, мультиплатформенными. А вот мультиплатформенность с точки зрения программного обеспечения, когда она работает на всех платформах, ну, это преимущество в основном для людей с программистским складом ума. Что само по себе, конечно, здорово. Но не все им обладают. Ну, и последнее, что я вам советую. Вот этот инструмент я вообще советую прямо сейчас всем установить, если у кого-то нету. Это скриншотер. Это то, что делает нашу работу эффективнее с разумом и порядок, как только мы начинаем работать с изображениями, взятыми на экране. Ушли те времена, когда для взятия скриншота надо было нажать на Print Screen и потом обрабатывать весь экран. Сейчас технология совсем другая. Устанавливается какая-то программа, которая называется скриншотером. По сочетанию клавиш нажимается что-то, рисуются дополнительные стрелочки или еще какая-то вещь. И все, через 40 секунд возможен обмен информацией. Вы знаете, встроенные средства, встроенные средства в браузер, встроенные средства в операционную систему, как правило, гораздо хуже. Хотя, конечно, можно ими пользоваться. Более того, скриншотеры могут, во-первых, они, конечно, могут применяться для составления подробных инструкций, что я часто делаю. Это просто здорово. Ну и второе их применение – это для хелпдесков и вообще для общения с вашими слушателями в онлайне в текущем времени. Ну, чуть ли не в чате. Я уже несколько раз показывал, но еще раз покажу. Вот, например, сейчас я сделаю скриншот в течение 30 секунд. Вот я нажимаю некое сочетание клавиш. Чтобы показать, что это прямо сейчас происходит, показываю кусочек чата. Я выделяю отдельно экран, выделяю чат и показываю стрелочкой на самую последнюю запись в чате. Все. Ну и еще выставляю номера у этих областей. Я отправляю это в облако. И сейчас вам в чате дам все изображение, скриншот построен. Ну, он, конечно, наскоро построен. Ну, вот можете посмотреть, я сейчас в течение полуминуты сформировал скриншот, который отправил вам в чат. Вот этот инструмент вообще какой-то из скриншотеров, которые вам полюбятся, вы должны применять. То есть это просто инструмент, который, когда я с ним познакомился лет 5, наверное, или 6 назад, он мою работу сделал сразу эффективнее в части скриншотов сразу на 90%. А вот Саша нам предлагает еще один инструмент, скрин-страницы, даже если не все на экране. Вот это, кстати, тоже крутая вещь. Спасибо. Да, в каком-то скриншотере у меня это есть. Я не часто это применяю, но иногда надо, потому что не вся страница с браузера помещается на экран, соответственно, ее трудно взять. Вот, да, хорошая вещь. Ну что ж, давайте... А, да, ну еще вещь, которой я часто пользуюсь, она очень специфическая, и мы ее рассмотрим на соответствующем вебинаре, который будет посвящен работе с изображениями высокой четкости, с гигапиксельными картинками. Вот такой вот свободный продукт, который называется Zoomify Free, в который вы просто перетаскиванием мыши вот сюда, вот видите, там в меню вообще ничего нету, там два пункта всего. Просто перетаскиваете сюда гигапиксельные изображения, которые могут быть объемом там примерно 200 мегабайт, и эта программка делит его на специальные плитки различных масштабов. Эти плитки потом можно использовать в других программных продуктах и сервисах для того, чтобы сделать масштабируемые изображения и всякие классные... Классные интерактивные путешествия, ну вот примерно вот такие вот. Сейчас я вам все-таки не выдержу и какой-нибудь из них покажу, хотя это приберег для третьего. Ну вот, вот, например, такие. Такие интерактивные путешествия. Но об этом позже. Вот, а здесь просто скажу, что это вот бесплатный продукт для работы с изображениями, которые я активно использую. Звук. Ну, про звук много не буду говорить. Огромное количество звуковых программ есть. Я, правда, хотел бы отметить, что как медиа, звук является, звук сам по себе, не включенный в видео, является таким все-таки медиа, которая стоит на втором месте. Если вы только не занимаетесь, ну, например, вопросами зоологии, там, в частности, орнитологии и голосами птиц, либо если вы не делаете курс по иностранным языкам, где важно произношение и так далее. Собственно, звуки, они все-таки играют промежуточную роль. Поэтому я вам посоветую, вот, единственный инструмент Audacity для работы со звуком. В основном советую, если ваши звуки все привязаны к видеоизображениям, не рассматривать их как отдельный продукт и просто править в тех видеопродуктах, которые вы используете, в видеоинструментах, инструментах для работы с видео, которые вы используете. Там, как правило, есть встроенные аудиовозможности. Ну, и не могу себе отказать в удовольствии, вот, познакомить вас с таким инструментом, который называется SoundSight. Это тоже творение лаборатории NITLAB. Он тоже абсолютно свободный, не требует никакой регистрации. Делает он следующее. Это инструмент для встраивания звуков прямо непосредственно в текст. Если у вас есть какой-то относительно длинный текст и есть какие-то звуковые фрагменты, не обязательно порезанные, иногда может быть огромный звуковой фрагмент, из которого надо, допустим, несколько секунд проиграть вот в данной части текста. Это может быть повторение данного текста или объяснение данного текста или перевод данного текста, что угодно. Вы можете встроить вот такой вот маленький проигрыватель звука прямо в текст. И этот проигрыватель будет играть по тому кусочку текста, вот, собственно, составлять тот кусочек текста, которому он и соответствует. Это чрезвычайно удобно, когда вам нужно много мелких кусочков звуков ставить и сопоставить как-то с текстом. Это типовая проблема для языковых курсов. Эта возможность хороша вот в очень многих вещах, в очень многих применениях, когда есть такая возможность прямо присовокупить плеер к тексту. Это дает вам в руки серьезный инструмент, потому что иначе вам надо было бы эти звуки куда-то приспосабливать, эти неуклюжие плееры где-то постоянно мешаются и так далее. А в данном случае они просто органически встроены в текст и ничего больше, они не мешают ни верстке, ничему. Это настолько решение красивое, что вот просто я тем, кто со звуком так или иначе работает, предлагаю этим воспользоваться. Тем более, что этот инструмент осваивается буквально в течение 10 минут, может быть, чуть побольше. Поэтому, пожалуйста, этим пользуйтесь. Со звуком все. Следующий элемент, о котором я хотел бы рассказать, это сборка контента. Вот у нас есть текст, звук, видео, много других элементов. Мы их наделали уже, а теперь нам надо получить конечный продукт. Конечно, многие скажут, что а теперь давайте мы полезем в нашу СДО или в нашу авторскую программу от нашей системы дистанционного обучения и в нем все сделаем. Во-первых, как раз таки СДО как часто являются не просто платными, а такими серьезно платными продуктами, которые причем покупаете не вы лично как преподаватель, а есть исключения, разумеется. Но, тем не менее, в основном не вы покупаете, а ваш вуз или ваш центр, а вам только там дают место на нем. Есть всякие неприятные нюансы. Кроме того, честно говоря, я хочу сказать, что авторские средства не настолько хороши, чтобы ими пользовался преподаватель лично. Есть авторские средства продвинутые, такие как Articulate Storyline, например, для освоения которых надо стать классным специалистом именно по верстке электронных учебных курсов в них. Вот. Ну а мой совет будет совсем другой. Не связываться с системами дистанционного обучения, полностью отвязать свой контент от какой-то системы дистанционного обучения, использовать для своего учебного контента такой сервис, как Tilda Publishing. Tilda Publishing это, скажем так, условно бесплатный продукт, то есть в нем есть бесплатный план, который достаточно хорош. Ну, тем не менее, после нескольких лет работы в бесплатном плане, я все-таки сейчас работаю в платном. Настолько хороши там некоторые возможности платные, что я перешел на платный режим работы с Tilda Publishing. Ну, у меня есть еще один аккаунт от своей компании, от компании Direct Media, полностью профессиональный. И вот я в двух аккаунтах работаю сейчас, в своем личном и в рабочем. И очень люблю этот продукт. Что, собственно, из себя представляет этот продукт? Он не предназначен непосредственно для вопросов обучения. Он просто предназначен для того, чтобы структурировать свой контент. Ну, и попутно, да, можно сказать, что структурировать свои смыслы, да, что ли. Когда вы работаете над структурой своего продукта, волей-неволей, если у вас есть хорошие образцы визуальные, вы можете больше времени тратить на структурирование смыслов. Что я хочу сказать под этим, что я под этим подразумеваю? Вот когда перед вами очень простой текстовый редактор, и ничего больше нет, и вы начинаете что-то сочинять, то у вас мысли льются, как единая каша. Вот потом вы пытаетесь это все разместить по абзацам, перемещаете как-то. Но, тем не менее, сам инструмент вас заставляет мыслить в виде ленты, ленты мыслей каких-то. Когда перед вами инструмент, который позволяет достаточно хорошо, и главное просто, не прилагая к этому такие усилия, как прилагают, например, профессиональные верстальщики, которые верстают книги, делать структурированный текст, вставлять картинки, вставлять видео, и все это делать очень просто, у вас появляется простор для мысли. То есть вы уже начинаете мыслить визуальными образами этого продукта. И это здорово, потому что вы изначально можете строить свой контент так, как ему этому контенту надо. Вот на чем, собственно, тильда, какие ее основные возможности, на чем она строится. Вообще, основной принцип ее – это принцип модульности. Это означает, что вы не дизайнер, вы не программист профессиональный, а вам надо что-то делать. Делать, во-первых, интерактивные вещи, которые умеют только программисты программировать, и делать красивую верстку, которую могут делать только профессиональные верстальщики и дизайнеры. Так вот, в тильде отдельные элементы, блоки дизайна, сделаны профессиональными дизайнерами, профессиональными программистами. Соответственно, вам остается только наполнить типовой блок своим собственным контентом. Ну, понятно, что не всякий контент ложится во всякий блок, но это уже гораздо проще, чем придумать этот блок самому, самому его оформить и самому ему оживить при помощи какой-то сложной программы, сделать его интерактивным. Ну, например, сделать тот же слайдер. Если вы это делаете с нуля, вам придется подумать над тем, как это все программировать. А здесь это все делается очень просто. Просто загружаете там 10 изображений, и они уже в слайдере сами собой. Вот таких блоков, их в тильде более 500. И в этом вся прелесть. То есть есть огромный набор блоков, которые вы можете использовать, как вы превращаетесь из строителя с лопатой, киркой и какими-то инструментами для укладки бетона в высокоиндустриального строителя, которому привозят блоки с комбината, а вам надо только это смонтировать все. В первом случае вы можете построить какой-то шикарный дом, но в 95% случаев вы просто его не построите, потому что вам не хватит компетенции. Во втором случае этот дом в 5% случаев получится менее красивым, а в 95% случаев получится более красивым. Более того, вы его закончите за приемлемые сроки. Вот такое вот блочное строительство. Когда есть богатые материалы, когда это все красиво уже оформлено, вам надо только накачать это собственным контентом, является, на мой взгляд, революционным путь. Ну, уже не революционным, это уже магистральный путь работы с контентом, я считаю. Но этот путь почему-то пока больше освоен маркетологами, продажниками и так далее. А вот моя цель – это вам посоветовать этот путь вам, как людям, которые занимаются образованием. В образовании этот путь тоже очень продуктивный, и я постоянно использую этот путь. Кроме того, вы до кучи получаете еще и адаптивность. То есть, совершенно не думая о том, как это будет смотреться на разных устройствах, вы получаете конечный результат, который можно рассматривать везде. Конечно, если вы совсем не думаете о том, как это будет смотреться, то, например, верстаете на вот таком вот компьютере, то, скорее всего, здесь вот еще будет смотреться более-менее, а на маленьком гаджете это будет смотреться не очень хорошо, но хотя бы будет смотреться. То есть, принципиально посмотреть это все будет можно, и Tilda примет максимальные меры для того, чтобы это было хоть как-то смотрибельно. Ну, а если уж вы применяете какие-то дополнительные, принимаете дополнительные меры, а там это можно сделать, то вы можете отверстать три разных варианта для трех размеров экрана, и тогда вообще все будет замечательно. Опять же, это не требует никаких навыков программирования, это вы просто делаете три разных набора блоков для разных гаджетов, разного вида гаджетов. Ну и, наконец, до кучи, кроме всего, Tilda – это еще и инструмент с простым вхождением в продукт. Помните, я говорил о том, что есть Photoshop, который замечательный продукт, но чтобы в него войти и начать им пользоваться, вам потребуется неделя. Ну вот, в Tilda нужен час, чтобы войти и понять, как примерно она функционирует, в том числе и из-за того, что существует набор шаблонов. Набор шаблонов уже не на уровне блоков, а на уровне целых страниц. То есть вы, например, берете шаблон расписания вебинаров и используете его. Там уже 10 традиционных блоков стоит, которые нужны для этого. И вы уже, используя этот шаблон, может быть, какие-то блоки удаляя, какие-то добавляя, используете уже этот шаблон с самого начала. Вы уже в продукте. Вам надо только... Даже не надо думать о том, какой набор блоков выбрать. Просто используйте этот шаблон. Поначалу это очень правильный путь, потому что вы еще не знаете, как оперировать блоками. Потом, конечно, вы будете в качестве шаблонов использовать свои прошлые страницы. Например, один раз сделали тот же расписание вебинаров так, как вам надо, а не так, как в этом шаблоне. И дальше уже его используете в качестве шаблонов для нового года или нового месяца. И так далее. Но поначалу именно на этапе вхождения вам дают представление о хорошем вкусе и хорошей структуре, самое главное. Хорошей структуре вашего контента. Вот. Ну, про тильду, наверное, все. Нельзя не сказать все-таки о платформах и СДО, хотя я этот вопрос чаще всего обхожу молчанием. Я не очень люблю платформы и системы дистанционного обучения. На мой взгляд, они, да, они, конечно, служат организационной части достаточно хорошо, но вот в плане работы с учебным контентом ни одна из этих платформ меня так очень сильно уж не устраивает. Тем не менее, не сказать о возможностях бесплатных инструментов я не могу. Прежде всего, конечно, это система дистанционного обучения, которая называется Moodle. Moodle, наверное, многим из вас известно. Вот в прошлом году у нас в Директ-Академии выступал Алексей Дьяченко, заместитель генерального директора открытых технологий, которые являются эксклюзивным представителем, не эксклюзивным, конечно, это как-то по-другому называется, ну, представителем Moodle в России. В этом году мы тоже обязательно ему предоставим слово, наверное, это будет где-то ноябрь-декабрь, и не один будет вебинар, а три вебинара проведет Алексей. Вот, ну, пока можете посмотреть вот запись этого вебинара, который был один из самых популярных вебинаров в Директ-Академии в прошлом году. Вот я очень вам советую. Ну, и вторая платформа, которая является бесплатным, по крайней мере, бесплатной для тех, кто собирается бесплатно распространять свой продукт, это платформа Stepik. И, опять же, в этом году у нас будет выступать Наталья Феофанова. В прошлом году она в ноябре выступала. В этом году примерно в это же время будет ее цикл вебинаров. Тоже, наверное, два-три вебинара она проведет. Ну, если Moodle это стандартное, не стандартное, как бы я так сказать, традиционное СДО, то Stepik, его больше можно назвать MOOC-платформой, то есть платформой для массовых онлайн-курсов. Вот, подробнее говорить не буду, потому что каждая из этих платформ, наверное, требует там, ну, Moodle точно, тысячи часов для того, чтобы ее нормально узнать. Ну, может быть, для преподавателя поменьше надо, да? Ну, и Stepik тоже, хотя это платформа такая более простая для преподавателя, тем не менее, конечно, о ней хотелось бы рассказать подробнее. Поэтому просто смотрите в наше расписание и будет вам по этим двум пунктам очень подробная информация в этом году в Директ-Академии. То, на что я всегда обращаю внимание, это использование открытого контента. И настаиваю на том, что открытый контент, то есть контент либо под вообще без лицензии, то есть под открытой лицензии... Сейчас правильнее скажу. Контент, который входит в понятие общественное достояние, который вообще абсолютно открыт, а также контент, который распространяется под лицензиями Creative Commons, под открытыми лицензиями, что с некоторых пор узаконено нашим гражданским кодексом, ее четвертой частью, называется применение открытой лицензии. Это не просто контент, который где-то лежит. Вот есть ваш контент, а есть какой-то еще контент. Я настаиваю на том, что этот открытый контент сам по себе является вашим инструментом. Таким же важным, как и инструменты, которые что-то делают. Почему я так считаю? Из-за свойства открытого контента, который позволяет вам делать производные произведения. Никто-нибудь, а сам Исаак Ньютон говорил о том, что он всего лишь мальчик, который стоит на плечах гигантов. Вот не надо заблуждаться. Когда мы пишем даже самый авторский учебник, мы всегда стоим на плечах гигантов. То есть мы добавляем свой процент к тому знанию, который существует в нашей цивилизации. Поэтому возможность использования открытого контента является нашей возможностью использовать, стоять на плечах гигантах в непосредственном смысле этого слова. Просто брать куски контента, брать изображения свободные, брать куски текста, может быть, не так здорово брать, потому что все-таки тут надо проявить свой собственный. Ну, как цитаты большие можно, почему бы и нет. Можно брать цитаты из древних источников, можно брать видео, находящееся под открытой лицензией. И из этого, комбинируя эти сотни различных элементов, создавать свой подбор, свой набор учебного контента, на котором будет стоять печать вашего авторства. Уже не в том смысле, что вы все это сами сочинили, сами записали и так далее. А в том смысле, что вы это сами скомпоновали. Поэтому я думаю, что преподавателю всегда надо знать, где это все брать. Первое, конечно, свободные иллюстрации. И тут самый простой путь, который я вам хотел бы показать, и наверняка все вы его знаете, но тем не менее некоторые нюансы. Это подбор картинок в Google Документах. Прошу прощения, в Google Картинках. Во-первых, как бы я не был патриотично настроен, но искать надо именно в Google Картинках, а не в Яндексе. В Яндексе тоже есть возможность поиска по картинкам, но, к сожалению, качество этого поиска во многих случаях неудовлетворительно. Поэтому используйте именно Google Картинки. И именно не поиск по Google вообще, а поиск по картинкам Google. То есть направленный поиск вот здесь красными стрелочками показан. Это все. Далее. Да, ну хочу отметить, что в поиске по картинкам поиск это всегда немножко... Прошу прощения. Поиск это всегда немножко творчество. Поэтому все зависит от того, какую вы здесь зададите поисковую фразу. Если вы сразу правильную фразу зададите, то и сразу вывалится то, что надо. Если нет, вы можете блуждать несколько часов, так ничего и не найти. Это любого поиска касается, но и поиска по картинкам особенно. Далее. В поиске по картинкам вы можете заказать картинки с открытой лицензией. Делается это так. Собственно, поиск по картинкам. Инструменты. Далее. С лицензией на использование. И вот здесь с лицензией на использование. Лицензия на использование это означает, что данные произведения находятся под открытой лицензией Creative Commons. И позволяют не только их просматривать, но и видоизменять. Например, из них вы можете сделать коллаж или какое-то собственное производное изобретение. Дорисовать что-нибудь там. Это допускается лицензией. Собственно, требование самой открытой лицензии. Это тема для отдельного вебинара. Я надеюсь, наш юрист Константин, который будет в начале ноября вести свой вебинар. Мы его попросим об этом тоже рассказать. Но пока хочу отметить только то, что вот такие картинки вы можете брать. И единственное требование, которое возникает. То есть никаких материальных требований не возникает. Возникает единственное требование указать автора этого произведения. Либо еще требование использовать, но это когда есть, когда нет. Есть разные виды открытых лицензий. Использовать то произведение, производное, которое вы создадите, под той же открытой лицензией. Вот. Где же можно искать еще такие не только картинки, а вообще медиафайлы? Я вам очень хотел бы порекомендовать, кроме поиска, которым не всегда все можно найти, такую вещь, как Викисклад, на котором около 50 миллионов свободных для использования медиаресурсов хранится. Вот еще год назад была цифра 43, сейчас цифра 50 миллионов. Вот вы видите, как это наращивается. Там совершенно замечательные ресурсы. Вы совершенно твердо можете рассчитывать на то, что это все под открытой лицензией, потому что специальные люди проверяют там, так это или нет. Так, вижу реплику. Как вы относитесь к iSpring? Особенно к тому, что там есть возможность создавать автономные курсы, транслировать проект в HTML. Или надо все время иметь презентацию ППФ. Ну, пожалуй, из систем дистанционного обучения к iSpring я отношусь положительнее всего. Но я считаю, что, вообще считаю, что производство курсов на основе презентации – это неправильный путь. То есть, подача материала в виде слайдов – это, конечно, с одной стороны, структурирует ваш продукт, но, с другой стороны, это излишняя структура, навязанная понятием кадр. У нормального учебного контента может быть гораздо более богатая структура, нежели кадровая структура. И в этом смысле это не беда iSpring. Практически все средства работают именно, особенно те, которые, в конце концов, генерируют скорм-пакеты. Большинство из них работает вот в этой кадровой слайдовой структуре. Она мне не нравится. Откровенно не нравится, потому что одно дело вам сейчас здесь на вебинаре – это показывать в виде набора слайдов. А другое дело, когда это контент, который не комментируется голосом по ходу дела, а просто является отдельным контентом, просто его перещелкивать – это несколько тупое занятие. Я считаю, что контент должен как-то по-другому быть сконфигурирован. Это долгий разговор, на самом деле. Но, в принципе, к iSpring я отношусь неплохо по сравнению с другими системами дистанционного обучения. Точнее, с другими авторскими продуктами. Про систему не будем говорить. Итак, Викисклад. На нем искать не так просто, как гуглом. То есть, что-то находится поиском, а для чего-то надо лезть в более глубокие вещи. Поэтому я вам предлагаю просмотреть. В прошлом году у нас было замечательное выступление Софьи Багдасаровой, которая, кроме того, что историк искусства, она еще активная участница русской Википедии. И она рассказала в прошлом году про средства хранения информации в Википедии. Такие, в том числе, такие, как Викисклад. И как с ним работать, как использовать категории и прочие вещи. Не пожалейте. Вот час, посмотрите ее. Это будет очень полезно. Где брать звук открытый? Я всегда беру открытый звук в YouTube. Вот по этому адресу Audio Library Music. Всегда можете подобрать объект для того, чтобы открытую музыку, либо открытый звуковой эффект использовать. Бесплатную музыку я в основном использую в качестве фона для своих учебных роликов. И здесь есть возможность выбрать музыку по настроению. Мне кажется, это одна из главных возможностей выбрать музыку. Она всегда такая нейтральная тут музыка. Никаких здесь нет свежих тем, узнаваемых. Они как раз нейтральны и то, что нужно для обучения. Некоторые авторы считают, что если они выберут музыку, которая им нравится, которая у всех на слуху, это будет хороший фон для их учебного видео. Ничего подобного. Чем более яркую музыку вы используете, тем больше вы отвлекаете внимание от реального вашего контента на звуковую часть, которая не нужна. Надо использовать музыку, которая является благозвучной, но которая не является прилипчивой. И вот здесь, в этой библиотеке, как раз такие отрывки и используются. Из них можно выбрать по настроению, если у вас какую-то совершенно нейтральную музыку. Можно выбрать музыку тревожную или можно выбрать музыку радостную. В зависимости от того, какая тема у вас, вот можно здесь подобрать различные отрывки. Их можно скачать к себе, не обязательно использовать прямо в YouTube. И самое главное, что потом, если вы этот видеоролик выкладываете на сам YouTube, то у вас не будет проблем с YouTube. Потому что если вы выложите какую-то музыку, которая находится под правами, то YouTube вас предупредит, что он ваш ролик сотрет и вас ограничит в правах. Это будет для вас не очень приятно. Еще одна коллекция музыки, библиотека BBC, которая говорит, что эти звуковые эффекты можно использовать для образовательных целей. Но тут лицензия не совсем понятная. Но можно понадеяться на то, что BBC врать не будет и использовать для своего образовательного проекта какой-то из этих отрывков. Еще один из типовых случаев, это использовать SoundCloud и настройку. Ну, SoundCloud, понятно, это всеобщее хранилище фоновой музыки, фоновых звуковых каких-то элементов. Нет, слово фоновое я неправильно употребил. Всеобщее хранилище звуков такое. Вот здесь можно что-то поискать. И потом, после того, как вам вывалится огромное количество элементов, вот здесь вот, поисковой выдачи, вы можете отфильтровать вот здесь вот трек. И вот здесь вот спрятано To Modify или To Use Commercially. Вот эти два пункта. Ну, наиболее открытое производение – это To Modify Commercially, то есть вы можете их брать и еще и модифицировать. Обращаю, однако, ваше внимание, что здесь сам человек, который загружает этот отрывок, он и ставит разрешение на этот отрывок. Если при этом он сам не имел прав на этот отрывок, ну, например, он сыграл на гитаре произведение Beatles, а произведение Beatles пока находится под защитой, то здесь будет указано, что это открытый контент, а на самом деле он открытым не будет. Поэтому здесь очень надо аккуратно. Но зато здесь миллионы разных вариантов вы всегда сможете найти на SoundCloud. Видео. Видео тоже бывает под открытой лицензией. Многие организации, такие, например, как присутствовавшая у нас теплица социальных технологий, принципиально выкладывают свой контент под открытой лицензией. Очень легко посмотреть в ролике, в описании ролика внизу есть лицензия. Вот здесь вот. Если написано лицензия Creative Commons, вы этот ролик можете вполне встраивать в свой учебный продукт и использовать прямо вот, не только встраивать, но и скачивать на вебинар, на вебинаре использовать в качестве материала дополнительного. В общем, это богатая возможность. Скачивать вы можете, то есть встраивать свой контент открытый вы можете даже не под открытой лицензией, а под лицензией YouTube, под которой большинство роликов на YouTube располагаются. А вот скачивать к себе, видоизменять и так далее, можно только под открытой лицензией. И таких роликов тоже достаточное количество на YouTube лежит. Ну и, наконец, пару слов о дополнительных возможностях. Сейчас некоторые организации, такие, например, как Stepik, ну я знаю, кое-где еще это есть. У них есть бесплатная студия, которой вы можете воспользоваться для записи своего качественного видео в тех случаях, если ваш курс заинтересовал, ну в данном случае Stepik, и если вы его обязуетесь использовать потом бесплатно. Вы можете просто прийти в эту бесплатную студию, две студии есть в Москве и в Питере, и записать, там есть подробная инструкция, как вы можете прийти, включить оборудование, встать куда надо, нажать на кнопку, и дальше идет запись. То есть вы просто записываетесь на качественном оборудовании и потом получаете свою запись себе на руки. Это замечательная вещь. Я знаю, что подобные вещи практикуются и, например, в некоторых университетах, но на уровне внутреннем, на уровне университета, например, там в высшей школе экономики, тоже подобная студия есть, когда можно, ну надо просто согласовать время своего прихода и свою тему. Вот после этого вы приходите в студию и самостоятельно работаете, самостоятельно записываетесь, и материал вам потом выдает. Вот надо иметь возможность, иметь знание о том, что вот это есть. Вот есть ролик, как это сделать. Можете его посмотреть, по-моему, 10-минутный ролик или даже 6-минутный ролик. Вот, и если возникнут вопросы, вот будет у нас Наталья Феофанова в ноябре, вы зададите ей этот вопрос, как воспользоваться этой студией и что там дальше с ней можно делать. Так, сейчас Юрию Васильевичу я отвечу. Мы подходим к концу нашего вебинара, и я хотел бы воспользоваться немножко служебным положением и прорекламировать свой курс, который начнется уже 30 октября. Будет он называться «Учебное видео. От идеи до воплощения». Курс запускается совместно с компанией «Ракурс» уже в четвертый раз. Курс существенно переработанный выйдет в этом году. В нем 12 тем, 10 вебинаров, огромное количество примеров. Ну, собственно, больше мне добавить нечего. Я считаю, что учебное видео – это одно из главных воплощений учебного контента, и с ним обязательно надо уметь работать. Собственно, следующий наш вебинар будет учебному видео тоже посвящен. А сейчас у меня все. Вот видите, я поделил на три части и все равно в час не уложился. Да что же это такое? Насколько же надо делить? Вот, а сейчас попытаюсь прочитать вопросы. Юрий Васильевич, огромное спасибо. Читаю, что вы написали. Слайд не как догма, а как элемент курса, который без программирования можно перевести в HTML-код или автономный текст. Но в среде iSpring, накидав слайдов, ссылок, изображений, можно создать реальный интерактивный контент. А я, собственно, вы знаете, и не возражаю. На самом деле, вы знаете, ну давайте немножко по этому поводу поговорим. Вообще, слайды – это реальная такая, в свое время была прорывная идея. Когда просто вместо невообразимой мешанины контента появляется деление на строгие экраны. Экран – это значит, это некий такой объем информации, который за раз усваивается. Вот он раз, два, три, четыре. Вы его меняете, и у вас появляется ритмичность в усвоении контента. Это здорово на самом деле. По сравнению с мешаниной. Но слишком уж много эти слайды на себя стали брать в последнее время. То есть, наше офисное мышление настроилось на то, что вообще всю информацию можно и нужно давать именно в виде слайдов. А это не так. То есть, есть структуры, есть еще что-то, кроме слайдов в жизни. Другие какие-то структуры, которые удобно по-другому подавать. Иногда можно дать элемент структуры меньше экрана. В каком-то случае, может быть, реально дать больше экрана. Иногда надо на весь экран дать какую-то маленькую информацию, или видео на весь экран разверстать. В общем, тут много всяких вариантов. Ну что ж, коллеги, неправильное движение к совершенству использования открытых инструментов. Активно пользуюсь рекомендациями. Спасибо, да, вам тоже спасибо. Ну, давайте, раз уж мы с вами все равно немножко задержались, давайте я, наверное, успею вам сформировать, тому из вас, кому это интересно, сформировать прямо по ходу дела сертификаты. Займет это, наверное, примерно одну минуту. Так, это я замолчал, потому что я сейчас сделаю некоторую работу. Хочу вам просто дать сразу ссылку. А вы пока формируйте вопросы, если они у вас есть. Формулируйте. Так, у нас сегодня 16 число. Так, именуем файл. Да, я, кстати, хотел бы не назвал тех людей, которых я знаю, которые сегодня присутствовали. Благодарю за то, что вы со мной. Так, осталось скачать, точнее, закачать систему выдачи. Так, закачиваю. Так, все, сертификаты созданы. И кому интересно, могут их приобрести. Вот здесь вот. Сертификат за три части. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что это требует некоторых усовершенствований в нашем инструменте, который выдают сертификаты. У нас много, на самом деле, задумок по совершенствованию этого инструмента. Но, к сожалению, все это стоит денег при разработке. А наша выдача сертификатов не окупает даже. Вот, может быть, чуть-чуть попозже мы это сделаем. У нас еще масса задумок по поводу того, как совершенствовать сертификаты наши. Может быть, потом это и сделаем. Так, спасибо, 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 вам тоже спасибо. Ну что ж, я вижу здесь благодарность. Я тоже вам всем благодарен, что пришли. Я прошу прощения, что не уложился. Наталья Васильевна, вы, наверное, немножко позже зашли. Я рассказывал, как скачать презентацию прямо из нашего вебинара. Откройте, пожалуйста, окошко ресурсы и оттуда сможете скачать эту презентацию. Если ничего не получится, вот перед вами мой мейл. Я вам пришлю лично презентацию. Так, и мне личный какой-то вопрос. Елена Анатольевна, ну, из дома. Обратитесь ко мне тогда лично по моей почте. Только обязательно продублируйте, потому что чат, вы знаете, забывается потом. Напишите мне вот на вот эту почту простую. Камейл.джимейл.ком Вот, и я вам вышлю презентацию, если это будет необходимо. Ну, что ж, все, я тогда жду вас на... Ну, давайте я еще раз продублирую, да, раз уж мы с вами находимся на моем треке. Те вебинары, на которых я вас приглашаю, которые являются продолжением сегодняшнего материала. Все, я благодарю вас за внимание, извиняюсь за отнятое время. Дополнительное, кроме часа. Всего доброго. До новых встреч. Так, вижу опять желтенькое что-то здесь. Вот Юрий Васильевич пишет. Мы создали эту интерактивную карту для наших учебных постов. И... Да, обязательно посмотрим. Инструмент действенный. Юрий Васильевич, задублируйте, пожалуйста, это в общий чат, потому что в вопросах это может быть не всем доступно. Все. До свидания. До новых встреч. Жду вас на своих вебинарах. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok